Люди, которые оказываются в сложной жизненной ситуации и выбирают решать возникшие проблемы с помощью алкоголя, в конечном итоге попадают в плен своей пагубной привычки и оказываются в наркологическом диспансере. Правда, многие успевают одуматься и возвращаются к нормальной жизни. В Беларуси процент тех, кто не знает свои меры, не превышает четырех. Однако, как делятся с нами специалисты, помочь человеку выйти из запоя – дело нетрудное, а вот избавить от тяги к спиртному намного сложнее. Вывести человека из запоя, из психоза – это самое простое в наркологии. Это буквально в течение нескольких дней. А вот потом поменять его мировоззрение, переписать файл жизненного цикла в его голове, что-то дать взамен бутылке, решить его социальные проблемы, изменить его генетический материал, дать ему желаемую работу, обеспечить ему определенный социальный и материальный уровень – это не здравоохранение, этим не занимается. Человеку необходимо сначала осознать проблему, а после искать пути ее решения. Зачастую люди не признают проблем с алкоголем и вовремя не обращаются за помощью, а потому попадают к специалистам, когда дело доходит до серьезной стадии зависимости. Так было и у Татьяны, которая на протяжении многих лет не могла признаться себе, что страдает от неумения вовремя остановиться. Но в какой-то момент осознание, что дальше так продолжаться не может, пришло. Муж ушел от меня, потому что он не смог выдержать такой семейной жизни ненормальной. Он там занимался бизнесом, уезжал, и когда он возвращался, меня никогда не было дома, он меня постоянно искал, разыскивал. Либо я там находилась в нетрезвом состоянии дома. Ну и вот так вот, оно все как-то понакатанное, и все хуже и хуже, и работы менялись одна за одной, потому что я уже не могла работать. Были такие моменты, что я не могла выйти на работу, меня увольняли. И я уже сама начала постепенно осознавать, что моя жизнь превратилась в какие-то руины. Сегодня ровно 10 лет, как Татьяна перестала употреблять крепкогрячительные напитки, и ее жизнь наладилась. И эта история со счастливым концом. Постепенно я обрела доверие, любовь своих родственников. У меня в трезвости родилась доченька еще одна. И пошел карьерный рост, потому что я вообще не могла работать, уже в последний год не работала. А сейчас на сегодняшний день я уже заведующая магазином, как бы и могу там куда-то и поехать, в какое-то путешествие. Хотя тогда и даже и речи, я мечтать о таком не могла. В общем, все до такой степени как-то так вот наладилось вокруг меня во всех сферах. Пьянство унижает человека, отнимают у него разум, ведь найти ответ на проблему он не может помочь. А вот забыть вопрос вполне. Ирина Кузьмич, Эдуард Покунович, Александр Макаревич, телекомпания ВУК-ТВ.